Сегодня прошли финальные игры. Коллектив Южного Федерального Центра Спортивной Подготовки провел решающие матчи по волейболу и мини-футболу. В целом же за лидерство в девяти видах спорта боролись шесть сочинских команд и пять кисловодских. Победители уже выявили в гонках на барусных яхтах, эстафетах, морской рыбалке, а также в чирлидинге и стритболе. Всего в этом году «Спартакеада» собрала 220 участников. Это работники крупнейшей спортивной базы Министерства спорта России на юге страны, а именно сотрудники объектов олимпийского наследия, ледового дворца «Айсберг» и комплекса трамплинов «Русские горки», а также центрального стадиона, парусного центра и филиала «Югспорта» в Кисловодске. Наше учреждение принадлежит Министерству спорта и кому, как не нам, участвовать в физкультурном движении, в спортивном движении страны. Ребята, с успехом выступившие на Олимпиаде, они уже полтора года занимаются в нашем спортивном комплексе. Проводят учебно-тренировочные сборы и практически на Олимпиаду уезжали в Португалию, потом перебирались в Бразилию. Евгений Тищенко только что был на сборах, борцы, настольные теннисы и так далее. Конечно, нас воодушевляют наши чемпионы, олимпийцы, и ребята хотят быть похожими на них. Накал страстей среди болельщиков и участников спартакиады ничуть не уступал Олимпиаде. Каждая команда боролась за звание сильнейшего филиала. Спорт, он всегда дисциплинирует человека. Спорт – это здоровье. После завершения спартакиады коллектив объединяется. Объединяется по интересам. Мы проводим тренировки. Расширяется спектр вида спорта, по которым мы занимаемся еженедельно и ежедневно. По результатам основных соревнований первое место среди сочинцев у команды «Спортбанда». В Кисловодском филиале Южного федерального центра спортподготовки отличилась команда «Смерч». Ну а по итогам сегодняшних суперфинальных матчей быстрее, выше и сильнее все же оказались сочинцы, которые и стали обладателями главного приза спартакиады – переходящего Суперкубка. А почетные гости вручили участникам благодарственные письма Министерства спорта страны за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта России. Город Сочи может гордиться таким спортивным коллективом. Все-таки более 700 человек, работающих в области спорта, и каждый из них хороший спортсмен. Общественная палата, зная настроение, зная приоритеты среди жителей города Сочи, рада о том, что такое большое событие. К слову, летняя спартакиада в Югспорте проводится с 2010 года и стала традиционным событием для большого коллектива. Ольга Десятого, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.